И так будет с каждым. Эвакуация так называемого автохлама, мера крайняя, но неизбежная, говорят в управлении ЖКХ. Этот пострадавший от огня Ниссан Максима на улице Дружбы Народов стоял долго. Пока владелец Валерий ждал заключения экспертизы, машина занимала парковочное место. Машину я приобрел летом в таком состоянии уже. У него произошло короткое замыкание и выгорел моторный отсек. А так как у нас в городе не предусмотрено ни стоянок, ни мест, где я могу ее оставить, пришлось оставить его во дворе. О том, что за простой предусмотрена ответственность Валерий признается, не знал. Тут как бы есть, я много знаю, машин, которые так же стоят и на них внимания даже не обращают. Я не думал, что если она постоит какое-то время, могут быть какие-то там проблемы, я пока ее не уберу. Но проблемы появились. Специальная комиссия во время одного из рейдов зашла и в этот двор. Следом приехал эвакуатор. При необходимости, если нет возможности у граждан самостоятельно эвакуировать, они смогут обратиться в МКУ ЖКХ. Мы рассмотрим такую возможность и по возможности окажем такую помощь, чтобы данный автохлам убрать со стоянок города. Разукомплектованный транспорт во дворах под запретом. Металлические подснежники не пахнут, а скорее цветут и покрываются ржавчиной. Такие машины портят облик города, привлекают внимание правонарушителей. Во-первых, он находится в разукомплектовом состоянии, что является нарушением действующего законодательства. Это первое. Второе, то есть он является потенциально опасным для окружающих. По этой причине все-таки необходимо избегать возможности размещения данных транспортных средств. Владельца Ниссана пригласят на заседание административной комиссии, где определят меру наказания. Это уже восьмая эвакуированная машина за последние два месяца. Владельцев еще 14 единиц транспорта устанавливает полиция. Мониторинг дворов продолжается.